Итак, здравствуй, дорогой друг. Сегодня мы поговорим о том, как защитить себя от нарцисса. Если ты смотришь это видео, скорее всего, ты уже знаешь о том, кто такие нарциссы. И сейчас мы будем говорить подробнее о том, как же себя защитить от этого пагубного воздействия. Это могут быть ваши родственники, мама, папа. Это может быть даже совокупность этих родственников. Жена и ее, допустим, мама. Это может быть твоя девушка, твой мужчина и твой муж. И, соответственно, если вы смотрите это видео, мы рассматриваем тот контекст, когда, допустим, этот ваш босс. И вы не можете исключить общение с этим человеком. Вы вынуждены как-то находиться с этим человеком, как-то находить общий язык. Конечно, первая рекомендация, пока вы не вступили в отношения с этим человеком, то лучше много раз подумать, стоит ли вообще с ним вступать в эти отношения. Если все-таки так получилось, и вы находитесь рядом с таким человеком, то это видео для вас. Смотрите, в чем суть? Дело в том, что нарцисс всегда будет стараться вами манипулировать. Поэтому, в первую очередь, вы должны знать принципы базового нейро-лингвистического программирования, так называемого НЛП. Может быть, мы об этом поговорим с вами в других выпусках. А сейчас вот о чем. Человек будет, в первую очередь, стараться изолировать вас от окружения. То есть, подавить ваше доверие к вашим родственникам, к вашим друзьям. Завоевать такую психологическую власть над вами, находясь с вами в близком контакте. Если это ваш босс, то, соответственно, он может как-то третировать вас, скрыто или явно. Когда он будет вас ругать за какие-то ошибки, он может даже вначале похвалить, но потом так жестко дать вам понять, что вы не только ошиблись, но и в целом неквалифицированная, непрофессиональная личность, что вам самим от этого станет плохо. Как защититься от такого явного воздействия? Нарциссы очень не любят раскрытия, когда их раскрывают, когда их манипуляцию раскрывают. Вы можете просто озвучить. Ну, например, вы можете сказать, что зачем вы так говорите, вы сейчас хотите унизить меня. Если вы в отношениях с человеком, то стратегия может быть такой, что он постепенно будет, опять же, как бы намекать, как бы указывать вам на ваши недостатки и понижать вашу самооценку. Соответственно, какие-то шутки могут проходить про то, что ваш внешний вид недостаточно. У вас брюшко. У вас нет брюшка, ну, значит, вы слишком худой, слишком полный, слишком накачанный, даже такое бывает, слишком там не накачанный, естественно, и так далее. То есть, все это проходит очень скрыто. Ваша самооценка понижается. Когда нарцисс понижает вашу самооценку на его, но, соответственно, на его фоне, как бы на фоне понижения вашей самооценки, точнее, его фон самооценки повышается. Не надо искать в нарциссе логических каких-то действий из разряда. Ваш босс вас ругает, потому что вы действительно плохой специалист. Ваш босс вам хочет сделать лучше и действительно вас чему-то научить. Если он берется вас именно унижать каким-то образом, то, соответственно, это действие именно нарцисса. То есть, он может указать на то, что, допустим, вы прошли в грязной обуви, я вас заставлю здесь полы мыть. Он может, то есть, соответственно, вплоть до того, что действительно как-то заставить вас мыть полы или делать какую-то такую работу унизительную для вас. Ни в коем случае на это не соглашайтесь, не думайте, что это как-то замнется само собой. Либо бегите, либо защищайтесь. Нарциссы, как правило, не входят в прямой конфликт. Очень редко они могут себе позволить какой-то конфликт в плане, да, как с эпилептоидом. То есть, если эпилептоид, даже будучи в подчинении, проявляет свою агрессию, ну, либо, конечно, он лишится работы, либо все-таки нападки нарцисса на какое-то время прекратятся. Вот. Но учитывайте, что находясь в зависимости, если это ваш босс, то, конечно, прямая агрессия – это не лучший совет, потому что рано или поздно он поймет, что, в общем-то, вы как-то слишком перегибаете, да, палку, а для него психика слаба у таких людей, для него перегиб палки – это одно-две проявления какой-то явной агрессии, конфликта, и он вас выкинет. Поэтому здесь нужно строго, дозированно подходить к этому. Нарцисса очень хорошо хвалить, то есть, очень хорошо им восхищаться, как истерикам, они это любят. Но при этом можно пользоваться его оружием. То есть, из разряда техники Гречо Холмна похвалили, где-то намекнули, что вот, ну, какой-то он не такой, но это все очень заувалировано. В случае с боссом сложно дать какой-то ответ, какую-то рекомендацию, которая позволит вам на 100% быть в выигрышной ситуации, потому что это он – хозяин ситуации. И если уж он не захотел вас третировать, скорее всего, он найдет способы это сделать. Лучше всего дать, если есть эта возможность, быть ему чем-то полезным, дать какие-то такие, в общем, какую-то такую ситуацию создать, где вы тоже будете не последним человеком, от вас можно будет достичь какой-то выгоды, и тогда он будет вас придерживать и не забивать, не вылевать до конца. Вот. Если уж нарцисс присел, так скажем, на своего конька, вряд ли он просто так от вас отвалит. Значит, следующее. Если это все-таки, давайте, не босс, а ваша жена или муж, соответственно, тут можно уже действовать более в открытое. Во-первых, мы начинаем раскрывать все козни. Если человеку как-то намекает на то, что какое-то не такое у нас окружение, мы так и говорим, а тебе не нравится мое окружение, ну, что ты хочешь? Ты хочешь как-то меня совсем вычеркнуть, да, из социума? Для чего ты это делаешь? То есть что-то попахивает какой-то манипуляцией. Ты, наверное, мной манипулируешь. Одна подруга тебе моя там не понравилась, вторая подруга не понравилась или друг, да? Для чего ты это делаешь вообще? Почему ты всегда негативно высказываешься о моих родственниках и друзьях? Вот. И второй момент, конечно, кроме фазы раскрытия, это, соответственно, стараться блокировать действия нарцисса тем, что не поддаваться ни на какие манипуляции в плане того, что он может быть очень хорошим. И вот эта хорошесть, она будет проявляться до тех пор, пока он не заставит вас где-то унизиться. То есть он тоже использует технику горячо-холодно, причем, может быть, очень сначала горячо, очень здорово вы будете испытывать, ну, прям вот, ну, что-то такое, особенно если в длительных отношениях он уже все веревочки, да, научился тянуть за вами. Романтика, все дела, допустим, девушка думает, что у них все здорово, а он раз ей говорит, да ты жирная, то есть или раз там потом он ей еще и на глазах, и она об этом узнала, он ей изменил там или как-то оскорбил ее чувства. И, соответственно, опять все классно, все классно, все классно. То есть у них очень часто нарциссы бьют девушек, как-то грубо с ними обращаются, чтобы просто самоутвердиться. И, соответственно, это может проявляться как бы в достаточно долгих таких токсичных отношениях. Поэтому нужно от этого уходить. Если нет возможности, конечно, уходить из семьи, хотите сохранить семью, нужно настроиться, нужно защитить не только себя от нарциссов, но и детей, если они есть. И здесь нужно блокировать, блокировать, переводить его энергию в кого-то другого. Очень здорово, если он сможет выражаться, самовыражаться таким образом как-то на работе. Вы сможете сконцентрировать его больше на работе. То есть, соответственно, это могут быть какие-то манипуляции, такие же, как у него. Но тут делать нечего, придется им манипулировать. Манипуляция – это не всегда плохо, особенно если вы можете сделать такой громотвод и сказать, а вот там Вася, Петя, еще кто-то, он ведь тоже думает, что ты там не очень красивый, не очень красивый, или еще как-то, я вот слышал, еще как-то какие-то такие моменты, которые заставят его переключиться на кого-то другого. И самое главное – понизить вашу… понижение вашей самооценки и третирование вас на какое-то время исчезнет. Можно понизить его каким-то образом, самооценку. Не заувалирован, ни в коем случае не я. Тогда вот эта вот спесь, да, какую-то сбивая периодически, вы можете рассчитывать на нейтральное отношение нарцисса. Отношение нарцисса – это постоянное испытание вас. Он вас подкалывает, вы его должны подкалывать. Он вас третирует, вы его немножечко должны третировать. Это если вы находитесь в взаимоотношениях близких, типа мужа, жена там и так далее. То есть это постоянная борьба, он постоянно вас будет продавливать, и вы будете постоянно смотреть, кто эмоционально сильнее. То есть это далеко не простые отношения. Вы постоянно будете затаскиваться в какие-то психоэмоциональные делы. Такой даже маленький дом-два будет. Кстати, в этой передаче она очень хорошо показывает вообще отношения истериков и нарциссов. Вот в этом плане. То есть люди постоянно питаются как бы негативными эмоциями одного человека. То есть если мы посмотрим из знаменитостей, да, допустим, вот Павел Воля, когда он выходит на сцену, он начинает заувалированно в шутку, ну, принижать всех. Это вот классическое, значит, поведение нарцисса, который с детства, не выделяясь, да, какими-то физическими, может быть, данными, может заувалированно третировать. В общем, понимаете, как есть такая теория, что в детстве нарциссы чувствуют неуверенность в себе, чувствуют давление в обществе, и, соответственно, вырабатывается такая защита, особенно когда у людей нет физической уверенности в физической защите. Это происходит из неполных семей, это происходит, когда мальчик или девочка в детском саду могут испытывать, ну, какое-то давление, да, от своих сверстников. Соответственно, представляете, вырастает такой вот человек, который ведет себя, как Павел, в воле, только, ну, опять же, мы не можем там 100% определить его тип личности, потому что это все дистанционно, немножко наигранно, да, образ, вот. Но если исходить из его образа, представляете, одно дело смотреть стендап. Представляете, начнется стендап вот такой в вашей жизни, когда он вам намекнет на то, что у вас там сисек нет сегодня, а завтра вы слишком глупая, послезавтра вы там еще что-то не так, там машину припарковали, все это вроде в шутку, но проходит год-два, и у вас складывается о себе такое мнение, что ты вообще какая-то не такая я, или какой-то не такой, да. Вот. Соответственно, исходя из всего этого, нужно как-то защищаться, и отношения с нарциссом это как бокс, когда вы, может быть, даже немножечко сильнее соперника, да, но до конца его не добиваете, потому что если вы, конечно, заклюете, вот эпилептоиды они могут, задавят, да, нарцисса, совсем его ужмут, прижмут, или, допустим, если это ребенок, который подросток, или уже взрослый стал манипулировать родителями, да, родители имеют рычаги такие к ногтю, вот, конечно, тогда он начнет прятаться, он начнет избегать общения, уровень доверия упадет, в общем, вы с человеком отношения совсем разрушите, а так как мы говорим о том, что мы защищаем себя, то есть такую оградительную стену ставим просто от нарцисса, мы просто его зеркалим, получается, мы должны научиться пользоваться его методиками, стать сами немножко нарциссом, помните, что подобное притягивает подобное, и нам нравится, когда люди, они немножко нас зеркают, когда они, соответственно, используют наши же методики, да, общения, воздействия на нас. Мы как бы видим, смотрю в тебя, как в зеркало свое, да, мы как бы видим отображение похожего на нас человека, и он нам начинает, наоборот, нравиться. Поэтому это такой вот легкий спарринг, такой без нанесения тишевых уречий, психоэмоциональный спарринг, в котором вы постоянно соревнуетесь. Я знаю одну такую пару, они постоянно, постоянно, в общем, как бы немножечко друг на другом подшучивают, друг друга немножко тестируют. Вот понимаете, как эти боксеры, которые еще примеряются друг к другу, да, там раз-два обменялись ударами, разорвали дистанцию, вот, то есть постоянно идет какое-то испытание. И вот эти вот такие, в каком-то смысле, ктотичные отношения, конечно, они, ну, среди двух нарциссов могут быть, либо когда и перед, там, какая-то сильная личность, хотя бы один кто-то из партнеров, они имеют, вот, так скажем, психоэмоциональную силу все это выдерживать, вывозить эти отношения. В остальных случаях, когда это, соответственно, имеет возможность, когда это просто ваш молодой человек, вы, мотив, то лучше бежать. Защита здесь – это вот прям бег, вот прям вообще изоляция, если это прям чистый нарцисс, и вы уже поймали его на каких-то манипуляциях. Но, опять же, нужно понимать, что если вы зависите, зависите от человека, то вы можете тоже начать манипулировать, вы можете тоже начать договариваться, вы можете сделать так, что нарцисс начнет зависеть от вас. И вот в такой ситуации, особенно когда здесь будут замешаны деньги, замешан какой-то социальный статус, вы можете создать видимость, что вот-вот этот социальный статус настанет, да, я там наследство какое-то получу, не знаю, там, или научиться профессию какую-то новую обрести. И когда нарцисс станет у вас чем-то заинтересован, или, ну, в случае с мужчиной, если это женщина, она может просто начать выглядеть лучше, и тем самым нарцисс начнет бояться, он начнет ее еще больше в какой-то момент третировать, и она такая хоба, она нет, ты тоже стремный. А я вот похудела, а ты нет, да, и какая-то вот эта вот небольшая гоночка, возможно, остановит вот эти вот нападки, и вы должны показывать, что вы тоже, грубо говоря, не промах. И вот в этой борьбе, в этой постоянной борьбе, в которой вы специально, намеренно не побеждаете, где-то даже в каких-то местах специально уступаете, можно, контролируя вот этот спарринг, контролируя вот эту борьбу, переводя ее в какие-то другие областя, вы можете сохранить взаимоотношения с нарциссом и не пострадать от него. Но вы должны каждый день просыпаться, думая о том, что оставляя где-то там сзади мысль, да, о том, что в чем он сейчас манипулирует со мной, зачем он мне сказал про эту чашку, кружку, что она не помытая или еще что-то. Очень четко это контролировать. И следующее, что вы должны контролировать, если это ваши дети, то же самое. Ничего, просто так не сказано. Все, ваш адрес, это такой план захвата. Вы должны постоянно подозревать. Где-то нападение, где-то будет щепок, потом удар, еще что-то. И это все на психоэмоциональном плане. Лучшая защита от нарцисса, прочитать его план. А потом еще можно и озвучить. Соответственно, такой вот спарринг постоянный даст вам возможность в какой-то момент возможно ему понять, что вы серьезный соперник, и даже вот это вот давление иссякнет. Но если вы попали в зависимость уже к нарциссу, вы в серьезной ловушке, вы в серьезной опасности. Это тема для целого отдельного выпуска. Назовем ее как-нибудь «ловушка нарцисса». И, соответственно, мышеловка такая, в которую вы угодили. Соответственно, продолжим об этом разговаривать. Дорогие друзья, напишите мне в комментариях, было ли вам интересно. С вами был Кравцев Сергей, Medical Fitness. Да пребудет с вами здоровья и благополучия. Спасибо. Спасибо. Спасибо.